С 1 сентября вступит в силу новый закон о такси. Он обяжет водителей предоставить справку о несудимости за насильственные преступления, пройти аттестацию на знание города. Для работы также нужно будет оформить статус ИП или самозанятого, после чего обратиться в Минтранс для получения лицензии на перевозку пассажиров, оформить полис ОСАГО для перевозчиков, который в несколько раз дороже обычного, а также страховку клиентов. Водитель должен выписывать себе путевой лист перед выходом на линию, сам себе, например, самозанятый, и сам должен проходить медосмотр и техосмотр. Опять же, никакой инфраструктуры для прохождения, например, медосмотров или техосмотров, ее просто нет, она в Сарове отсутствует. Данный закон, ну как бы и я, и мои коллеги считают, что принят для Москвы, там он, да, может работать, там все готово, инфраструктура готова. И для больших городов, ну не знаю, Москва, Питер. Правительство России также запретило таксистам работать более 40 часов в неделю. Компании обязаны давать расширенную информацию о водителе на каждом заказе. Фирма должна в ежедневном режиме, в онлайне, проверять водителей на предмет наличия у него разрешения. Это должна быть связка с региональным Минтрансом, с их реестром, которые должны нам давать в онлайн сведения по реестру. Чтобы было понятно, Нижегородский Минтранс обновлял свой реестр в последний раз в апреле месяце. Водители фирмы закон восприняли негативно. По словам руководителя службы заказа такси, отток сотрудников уже начался. С 1 сентября агрегаторы могут столкнуться с нехваткой машин на линии. Соответственно, возрастет и стоимость услуги. Цена на поездки независимо от закона и так повысится на 5-10 процентов из-за подорожания страховки, запчастей и масел. Когда мы будем не вывозить клиента, когда будет не вывоз, когда ценник будет космический, нам тоже всего этого не надо. Мы не хотим так работать. Депутаты Госдумы поспешили успокоить игроков рынка, что большинство новых требований закона получит отсрочку до 2024-2025 годов. Поможет ли это сгладить острые углы, недовольство и будет ли плавной трансформация работы такси, увидим в ближайшем будущем. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.